Так вот, я говорю, наш дискуссия не слышала про 10 будущих, то есть про 10 архитектов. Мы будем узнать, какое было эта формия в прошлом и какое она будет в будущем. На мере, в следующих 10 людей, из которых двое не архитекторов, это я и страны, которые, я это так себе, переставлюсь, которые заместитель для директора душевного музея, по развитию, да, заместитель. А все остались, но второе, это архитекторы, в той или иной степени. Я один, потому что один как архитектор, я не архитектор. Глеб Критков, гурбонист и партнер компании «Другая земля», также образователь высшей школы гурбонистики, отправились на нашу промоу, архитектор и архитектор. Иван Курячий, архитектор и управляющий партнер компании «Новая земля», тоже гурбонист. Ну вот в этой дискуссии вообще это достаточно сложная судьба, потому что начальность, потому что она будет освещена руле архитектора, корпоратора, потому что это поменялось, кому бы это не сказали, вот, и я готовился к ассерскому куму. Вот, и это, в принципе, так или иначе, все, о чем мы могли говорить, священо тому, как развивать его архитекты, куда все это движется, откуда это движется и какие мы стали. Мое отношение к профессии архитектору очень простое, я, наверное, всегда хотел быть архитектором, но так бы не стал, вот, и поэтому отношусь к архитектору с некой завистью, и вот, кстати, я пытаюсь к ним быть как можно ближе, пытаться понять, что это за профессия и перенять какие-то, какие-то ходы, способы, какие-то техники поработали, которые характерны для этого. Наш создательский институт не исключаемый, потому что даже те архитекторы, которые, которые присутствуют, они, на самом деле, являются, предпринимают собой такую некую новую-новую форму этой профессии, форму этой синтетической. И вот именно об этом, о том, как, как вы примериваете конкретную вашу, и в основном, я думаю, начнем с Даши. Как на вашем конкретном примере менялись ваши представления о профессии архитектора, о своей родовой профессии, и, в общем, самое главное, конечно, что он слушал толчками для изменения этого выразения. В.Путин. 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 что расскажи про свою жизнь. Да. Не только, что это интересно, но есть... Но экологически это можно будет строить. История, почему я стал архитектором? Потому что мне казалось, что я недостаточно высокохудожественный человек, чтобы быть художником, но мне казалось, что это такая вполне себе история про логику, и не надо как-то представиться что-то иного гениальное, а вполне очень рациональное, и это сойдет. Поэтому я стала архитектором. Когда я стала архитектором, мы делали что-то действительно так. Но, естественно, произвести все утромольные еще и сразу, особенно в этих стенах. И это сразу отвечание, на самом деле, на главный вопрос, который ты задал, обвиняется сегодня в профессии. Вот этой вот истории про такое гениальное соло, я как бы никогда сама не исповедовала. И более того, то архитектурное бюро, которое мы сейчас строим, оно как раз так устроено, что здесь нету истории про какие-то уникальные, гениальные, скорее всего, природы, дарованные тебе таланты. Это огромная история про работу в команде, историю про какой-то очень такой сложно устроенный, извините, я за слово, которое очень лично, общество уже не произносит, но международный подход. И отчасти мое, такое, когда юношеское, наивное представление об этой профессии подтвердилось спустя, сейчас я посчитаю, сколько лет, ну, больше чем 15 лет точно. То есть, мое предположение, что не надо быть как бы вот этим юным мнением, эмоциональным от природы, и поэтому я пошла в эту профессию, просто признание сейчас перед вами, а оно подтвердилось спустя много лет, когда, мне кажется, мы в процессе, мы находимся в этот момент, когда мы говорим, что профессия очень сильно меняется, и некоторые другие качества, скажем так, не менее важны, чем, конечно, вот этот талант от природы. Я уверена, что сейчас может возникнуть на эту большую дискуссию, нужен ли вообще этот талант, но вот я готова свою точку зрения сдать. Не на все ответила, но тезис какой-то главный возник. Какие качества? Ну, я отчасти сказала, да, что это какой-то вот набор логических, эмоциональных, способов мышления, это способность работать в большой, по-разному устроенной команде, это понимать, как эта команда устроена, в смысле, что от работы может считать, что этот проект состоялся. И это как раз, ну, я там сейчас все карты перекладываю, это как раз история про то, что есть один гениальный человек, вокруг которого назначил несколько каких-то, как бы сказать, таких покорных, выполняющих свою работу сотрудников, а эта история про то, что ты от каждого можешь взять то, что тебе, ну, вашего проекта нужно, и это сконструировать. И, ну, как вы здесь дальше можете рассуждать о том, насколько качество такого проекта, ну, как можно, если он гениальный, шлем, какого-нибудь автора, ну, ну, какого-нибудь, какого-нибудь автора, с такой какой-то групповой работой, насколько эти этические параметры вообще сравните и можно с ним сравнивать. Но мне почему-то кажется, что делали может быть временное, опять-таки, вы знаете, что-то личное и так далее, как бы, временное, временное транзит от единого гения на какой-то такой групповой работе и соответствующей групповой работе всякие, я не могу понять, спросим, какие-нибудь, новости, да, это, мне кажется, ключевая история. И, ну, мне она, может быть, я оправдываю, то есть, уникальный талант, мне кажется, эта работа, происходя сейчас, значит, включает масштабы. Мне приятно, как бы важно, на свидетельстве, то, что это изменение происходит. Ну, очень интересная вещь, которую ты сказала, мне интересно, что, что, да, это, 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 травма. И, кстати, пожалуйста, какая-то, какая-то, ну, теоретично, можно работать рядом с гением, но только, чтобы от него учиться, там, быть, осчастливой, возможность просто наблюдать за тем, как работает настоящий гений. Но это не в коей мере, я бы не противопоставляла эти две истории, то есть, никто не отменяет существованию, гений, историю, потом к нему, но мне кажется, важно говорить о равнозначном существовании, и менее качественном, возможно, и в другом отношении, например, сложно сравнить эстетические параметры, проектно сделанного гений, и проектно сделанного команды, тем не менее, я буду утверждать, что качество этих проектов, может быть сопоставимым к примеру, и могут быть разными. Итоги, не могут быть разными, и все, но в своем месте, не могут быть разными, и все, но в этом месте, и все, Почти вот так, да? А поскольку он был несколько метров? Мечта? За это я хочу показать. Я не знаю, что это называется. Мне интересовало три вещи. Мне интересовало стройкой, мне интересовало городу. Мне очень нравились домики, активность, такая решимость. Здесь люди, машинки, все это так движется. Я думаю, что это очень интересно для кого-то было. Тем не менее, когда пришло время играть в профессию, я выяснил, что это было похоже на архитекта. Я с большим дорожным и биатрами и трудом, вопреки всем предостережениям, туда поступил, и туда пытался закончить. И попробовал себе построить в профессии и все это, которые работали с различными заданиями и седами, смущало две вещи. Учать... Первое начинование произошло, то есть только в нем образование. Курсы на третьем. Ну, да, это ты просто мало что понимаешь, и не особо знаешь, с чем этим заработаешь. Если вам, конечно, не счастливы, то будет серьезно делать. Именно было бы резко. Все относительно. И на третьем курсе, на самом деле, в виде задания на проектирование жилого дома, даже в виде ситуации, это спросили на отличные инстрии макетов. Видимо, это в порядке вещей, конечно, отличные идеи макетов, но у меня возникнет вопросов, в смысле, макетов чего, для кого вы могли делать этот дом, кто вы это пройдете больше, почему именно такое, а не другое, и каких критерей, параметров, можно задать это для этого дома, чтобы он стал интересным проектом. То есть, конечно, здесь для этого можно тренироваться, но пока это не может даже чьего. Но у нас уже профилит с преподавателем, он сказал, что важнее всего творчества, и надо опустить максимально все параметры, скучно же тебя всегда еще научные люди, заказчиков, то доработаешься, а учительство должен воплощать свои впечатления. Я тоже, что мечтаю оцениваться в придумывании параметров, и на этом мы раз в два шесть месяца на них приоритет. А второе что посмущало, то, что реальный режим это тоже совсем понятно, кто именно формирует задания, и ты вечно оказываешься в ситуации, когда проектируешь лично, что действительно это тебя, это заказчика, и точно эти принципы, как правило сей. Поэтому я с тобой возникал вопрос, как же это так получается, что вроде так красиво и лично, но если у нас это мало того, что он неинтересный, так еще и не будет. И что, что ли, вызывание мало того, чтобы нейтральное, а я технический парамет. Поэтому сохранение перешло на карте теории, тоже в надежде, что там будем заниматься, но мы, собственно, анализом, как это важно понять, а для чего и с чем ты работаешь. Но выяснил, что карте теория занимается тоже вовсе не городами, и вовсе не попыткой, а с возниками контекста. Точнее, контекст у нас не снял, только культурологический. Поэтому, тоже описывая особую роль архитектора, раскрывая тонкости его творчества или анализируя даже какие-то социальные явления, но, так или иначе, это было не совсем другим контекстом. Витом, пополам я это закончил, поработал, поработал с городами, начал постепенно приближаться к данным масштабам, который был интересен, и мы уже совершили то, что профессия правостроителя, только она существовала. Она точно не к чему хорошему, например, и выяснили, что волнует продолжить, это победить в новую профессию, связанную с регулированием, с управлением, с торговым контекстом. То есть, у нас, как говорится, совершенно другие дисциплины. И у того, что у нас существует гораздо больше, чем просто представить о форме, материалов, строки и компетенцией могут более в основном, что привести, как это решить. В этот момент нам удалось создать выженную память, которая не определила эту новую дисциплину, предметную область, которая стимулирована с городом. И, конечно, самое интересное, что в городе тоже заниматься архитектором. Но не он один. Обязательно в комбанде с другими профессиями на неопрямую дисциплинацию не сработает, если вы сами не имеете знаний в свежих областях. То есть, только только вы пропустили через себя, вы будете действительно заниматься в каждом городе. Дальше задача может обзортироваться. Может быть, не создание нового района, не создание здания, или изучение того же хромоконтеста. Вот тогда появляется такое разнообразие в конфете и различных проблем, где вы можете точно успеть и подумать о обладании, и подумать о параметрах, и изучить себя привычных горожан в разных контекстах, выбрать себе одежду, чтобы придумать ничего и выяснить просто нам много раздражать. Вот Гекст, это называется про новые компетенции, архитекты. И метафаз архитетов весьма неплохо справляются со своей профессией. В целом, несколько тысяч лет реализируются угробничные объекты, совершенствовать джигентные познания, используемые эти тела. Конечно, внутри профессии есть масса для нас, которые можно туда освоить, знать, и но в целом нет отдельной профессии, нет отдельного какого рода архитивы. Мужчины, женщины, такого не было. Поэтому вполне вне эмоционировки находятся они, которые работают в частности для нашего архитекта. Это критическое пожеление. Это компетенция позволит всегда учиться и новому, и понять границы собственного знания, пересекая границы и найдете себе пасы нового, и поставить на сомнение и выводы своих продаж. Спасибо. 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 психологических обстоятельств, то Гленту вообще бросил и, в общем, он им, когда им нравилось, но вот и Рюмада, поскольку я знаю, что мы сама общаемся практически каждый день, с многими, с многими мамы, с Дашей тоже каждый день, потому что очень странно, но сейчас мы часто говорим, что в городе. Так вот, я знаю, что у Рюмада все-таки существует некая внутренняя трагедия человека, который каждый не занимается архитектурой, но мы очень не хотим. Иван, вы можете рассказать об этом аспекте? Как этот жанр отмечется между этими акциями? Есть такой момент, так и подробно. Я какую-то минуту назад, когда я выбрал, чем собственно заняться, как попал на нашу группу, и у меня была главная история того, что играть с источными науками, с учреждениями с водой. И все что, потому что я должен был заняться, значит, с участвованием в конференции, связанной с этой коммуникацией, не с... сегодня здесь, не с... не с... такие взрослые 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 сферы у меня. Было большое... большое желание получать этому образованию в художественной сфере. И вот это у нас такие сроки, я буду видеть, что-то с техническими техническими вещами и реализацией. Больше, конечно, очень неправильный уровень, приятный в начале автоконната, в какой-то временах у меня есть, и, в общем-то говоря, я буду достаточно доволен тем, что я делал, мне было интересно, и само проектирование оказалось очень правильным, правильным подходом, правильным профессией. Но в какой-то момент меня началось замечать, что люди, которые приходили на архитектор с техническими заданиями, с цифрами, экономических показателей, ну, по этому, в принципе, берут ясно, что это такое, что я знаю, мистерия, так и, так сказать, ну, нет, и, так сказать. И, знаешь, как-то в этом прояснить, выяснить, доказать, что мы уже открыли функциональный баланс этих объектов, все сделано на коленке. И, ну, на переговорок за три минуты с этой переговоркой компании, переговорочная говоря, вещь, что я знаю, такой важный момент на коленке, что это за знание, что это будет архитект, какой он будет архитект, значение, никого это, шалость, достаточно выделено. И я буду желать их, собственно, изменить. И я думаю, что это очень прекрасно, что я думаю, где я слышу, что мы решили, что-то принадлежать слово «классная профессия». Да, я не слышу, что-то сказали, но оно было построено в основном главе «лай», в нашей коллекции специальности классных профессий, и это было построено задействовать и популярность, те знания, которые есть в городе, с профессии, которые в обычной программе, как не задействованы, по крайней мере, в России с очень редко массовые планы, главный инженер проекта, и редко, ну, какие-то ключевые комплекты, в статус-проектах, главный заложенный проект, а социологи, экономисты, историки, редко, когда вообще участвуют в процессе, это очень редко массовой мероприятий, это было человечество, кем и экономисты, которое мы сейчас можем всего лишь посещать, это мы все читаем собрались, что мы должны помыть сам, чтобы было весь этот процесс, это как бы работает такие факультеты, в психологии, когда мы не dominating, так сказать, вот, но… предпроектную работу, анализ контекста, анализ за время отступления предстоит на правильное субъект но мы переключаемся в проект в лазерию включаем но давайте вот издревле вы туда вагон сферизируются Вопрос в том, что знание, применяя специалистов, которые связаны с сверху в город, ассоциировать эту группу в своем сфере старого, не очень важно. Вопрос в том, что это очень важно. Вопрос в том, что это будет востребовано и есть. Спасибо. Вопрос в том, что это очень важно. Вопрос в том, что у нас есть некая ситуация встречи с тем, в смысле того, что не только архитектуры, но и заказчиков, но и заказчиков тоже иногда отнимают взаимодействие с этим человеком. Вопрос в том, что у нас есть некая ситуация встречи с тем, в том, что не заказчиков не архитектуры, как заказчиков. То есть это как движение реальности, как кредит на ситуацию. На самом деле, когда я думала про то, что это не заказчиков, он все равно на заказчике у нас в стране, как мы идентифицируем заказчиков, и это опускает нас на заказчиков. Потому что мы даже не имеем правильный проект, потому что мы с Наландией, мы общаемся с нами с проектами, которые строят и строили Наландии, музеи. Я понимаю, на самом деле, что уровень нынешнего, уровень модификации, это просто не произведя. То есть у нас в основном музеи, которые занимаются в других центрах, занимаются полярные, то есть это как полярные, без публички, неправильные. Которые выходят от них заказчиков, это бетон аэродромная 10 лет назад. И, соответственно, сейчас очень раньше весь бетон в центре Москвы, в Казурке. И, как бы, будет спросить, какое-то отношение имеет архитект. Но, просто еще история при том, что они архитекты, в России, в институте. Они имеют сложности. Здесь, опять же, это из-за вашей, что иногда кажется, что творческие аэродромные центры, они преобладают над тем, чем сегодня архитекты должны быть идеальны. И сегодня, конечно же, это не творческий человек. Это организация, это политика, это все это происходит. И, на самом деле, я в течение своей архитекты, я стала после тех, которые стоящего внушники и большого вопроса, но они не это дадут в миру в праве и в целом. Потому что, в том числе, что церковные задачи это должно существовать, но праве не будет на каждом, поэтому не очень много внимания. Вот, я думаю, что, если вы в праве института, то у вас будут vetасибо съемки всех, поэтому в работе у potentially ограниченные убеждения, Продолжение следует... 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 была проектная анализа, и в итоге написала то, что показала показательная территория, и, допустим, показала исследования, показала решение, которое было значительно живое, очень понятно, наоборот заприровано против зависти к другому окачиванию, да, действительно в территорию проще в плане взаимодействия к другому окачиванию. Он может выполнять несколько раздельных работ, уже это раздельно, что мы сделаем в связи с этим, в связи с этим. Передали не просто отчетливостью, передали маленькую, приятно, что пришел тогда, вот, потом мы обренились, но вообще все величины, все возможности, которые передали, мы будем смотреть на проекты, и, допустим, да, и, допустим, когда у нас мы проводим с командой, я думаю, это замечательно, и мы выигрываем уже физические объекты, в самом деле. Ну, если заказчик пришел ко мне, то есть, у меня здесь не готовы, здесь мы заранее принимали какие-то навстречу, которые мы запрещали в основном, которые мы занимались, мы начали с командой взаимодействовать. Я пытался у него личную нужность внести, ну, как мы делаем, что сейчас мы благодарим проекту, мы будем строить, то есть, он собирал командового специальности, собирал в сфере транспорт, женирусток, экономистов, и пытался Сформировать научные задания, они как-то истинственная работа, конечно. Создать того-то разнообразную силу и командную специализацию, которые работают в этих заданиях, в данном направлении. Все-таки это важный сайт, который должен получиться общаться. Да, общаться, как выбирать. Общаться с специалистами из свежих сфер, специалистами, которые работают с городом. И важно, наверное, это то, что мы с ними эффективно общаться, давать правильные технические задания, они получают в них. Мы не устраиваем просто за самую команду. И в конце концов, тоже будет силой. Да, силой и какой-то результат. Мы можем же эту команду висеть. То есть, может быть, драка этой команды. Мы должны для этого внимать, хотя бы, на каком уровне в сети степени, с которыми наработаешь команду. То есть, в тех, когда она может быть так и более... И, собственно, не оригинальные, не оригинальные сейчас есть мысли. О том, что архитектор не просто про организацию про странство из определенных параметров, а он про организацию про организацию. Значит, уже как-то, чего и как. И в этом смысле, ну, там тот же Рэн Полка, с которым мы не знаем, он полез в те темы, которые, как бы, его никто не знал, только потому, что он предположил, или, там, может быть, обладает определенной суверенностью, утверждает, что архитектор, он может, как бы, и в этой области разобраться, и в этой области разобраться. Это то, что обладает таким системным способом улучшения, который, ну, позволяет, имея определенный набор данных, сделать проект. А проект может быть, скажем так, вот, пространственный, и так, и в какой-либо другой сфере. Вот, и так помышление архитектор, как раз, про вот эту организацию, это, ну, как бы, совершенно, как бы, не знаю, может быть, архитектор, историю по руководству внутренней стереотеки, но история про то, что архитектор должен заниматься какого-то организацией, какого-то вот такого физического пространства, мне кажется, тоже уже немножко, и не совсем актуально. И, и так страшно, например, когда какие-то архитеты становятся какими-то талантными управленцами, и, так страшно, как слово «энэджер», позорные, да, вот это, на самом деле, нормально, потому что, это, на самом деле, внушение, очень хорошо вот это, что он не просто справляется. Да. Я думаю, что мы, в данном случае, на самом деле, мы считали, что он не так, не только внушли к filming, мы и имами с двум... Но это же, как бы, практически очевидная мысль, что если людей, конечно, на самом деле, воксах, то даже давайте также очень хорошо вступать, да? Какой архитектор всегда играет за все волны. Потому что мы когда приходим в частные моменты, говорит одна пару, а другая архитета, ты должен очень четко понимать, как он устраивает его квартиру, как он моет руки, с какой ноги стоять в кровати, и вообще встает, и спаливается. И иногда это раньше, когда ты на самом деле стараешься как раздражаться, как приспособить человеку. Просто, когда мы говорим о сложных проектах, вот у меня сейчас пример, что он не инспектирован по работе в музей для здания. И я думаю, что на матч этой работе не... даже кто-то, 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 не единственный человек, но, не так, да. На самом деле, культура архиептик, которая будет очень интересна, как используется инженера, как используется технологой по IT. Она совершенно неразвинна до значимых будущих систем и декоратур. А вообще идеально акцент не про это. Интересно. А не соответственно, что там, как основная внешнесциплинарность. На самом деле, же просто для вас сейчас, Я считаю, что это с массой смежной профессии связанной с архитектурой очень просто специально. То есть я, как бы, глядя на то, что совсем, как у нас была такая аудитория, но с дипломом инфекции ты же можешь создать просто гениальным дизайнером экспозиции, который каждый музей сейчас в России просто мечтает. И существует два нормальных дизайнерных экспозиции, и эти инфекции очень быстрее нет. Но можешь сказать, что подальше гениальным дизайнерам по свету, в которой в России нет вообще. То есть нужно просто заказывать такой свет и баланс. И при этом, я не знаю, ну, я не знаю, с дизайнером инфекции и так далее, но при всем при этом мы будем учреждать свое мнение, сказать, в своей почте и области, и качество, которое с ним потребуется для того, чтобы участвовать в новых проектах, то есть в мире разговаривать, в мире возникать, когда мы должны разговаривать. То есть это такая, значит, компализация, да? То есть, с одной стороны, очень высокий специализация, в мире ничего не делается очень хорошо, а с другой стороны, то самое, после того, что мы будем делать для нас. Это так, конечно, конечно. Просто с того, кто с нами будет реализовывать... Да. Да. Нет, вот... Если я хочу задать меня, как бы и предуседать, как бы это было для большей школы УАНИ в Киеве, не было бы с моими студентами учиться и общаться. А как? Я сказал, что он создал программу со старым таким образом, что невозможно научиться. Есть несколько способов проявления. Можно сговорить, можно сговорить, можно сговорить. Продолжение следует. Да, вот я, вот, как-то могу сказать, вопрос. Сначала ты говоришь, что вообще, в принципе, с этим не станет, как-то вообще проблемы с общением, то есть, понимаете, доверие, как бы, групповое работа на существовании. Как ты считаешь, эти проблемы, в том числе у архитекторов, насколько, все-таки, в смысле архитектурной профессии, насколько это, как-то, универсально, как-то, в смысле, в смысле, в смысле, в смысле, в смысле? Вы же понимаете. Может, это, как-то тяжелое случение, поскольку. А, проявление есть эти данные ситы, очень стыдно. А, начиная с самого рождения, я с его, например, общаться, все крутые звуки, а вот, как вам же это. И, конечно, с того, что это написание, то есть, на самом деле, на этом нехорошо обучается и слышать, и слушать, как будто еще здесь не слышно, потому что я не думаю, что это отличается. Ну, допустим, главное, чем у себя заключено, это школа. И, конечно, это очень важно. И, конечно, это очень важно. И, конечно, это очень важно. Но интересно, что у них, наверное, это такое вообще-то, которое, по сравнению с того, как Россия, не спрашивается, а не только крепкое совмаление задания. И чтобы, наверное, поставить, что-то не надо, пока что я думаю, что это 20 лет назад. Особо не выжил сочинений, не выжил сочинений, не выжил сочинений. То есть, в основном, с искусством. Мало есть график, мало есть профессий, где способны группировать свою эволюцию, и не выжил сочинений. И это тяжелый сочинений. И это тяжелый сочинений. Отожаю, спасибо, спасибо. И, конечно, свои программы. Тяжелые махистики, которые мы должны, конечно, начинаем с того, чего поражено. И мы должны понимать всех, и взрослых людей, и с дроважностью, навыками общения, и с системой зрения. И, разумеется, мы не будем давать на большинстве. Мы стараемся сходить. Технического выдуха, потому что это просто невозможно заниматься магистики. И вы умеете оборотить в джекшопу. Будьте вы правду в лед, чтобы вы получаете в лед с вами с двадцатым участками процесса. Это все жители, все этажи, все мастерские комиссии. И, конечно, люди слышали, которые не подходят к вам с этим. Тебе не кажется, ты расстричь, что со всеми живыми с людьми, Продолжение следует... Продолжение следует... Это очень деликатно, но... Точно стерилизация головного проблем. Но главная проблема, конечно, он сказал. Вы, конечно, не хочете банально сейчас обсуждать проблему музыкального образования, но... Это важная история. И тем, кто не занимается одной образовательной программой, мы занимаемся другой образовательной программой. Мы можем честно сказать, что ни макинок, ни макалавр в принципе ситуацию, в которой проект был складываться 10 лет, не можем исправить. Это ужасно. То есть, конечно, можно кого-то вскрыть, если кто-то заложит, или как-то человек поправит. На самом деле, история про то, что люди не формулируют собственное мнение вокруг чего-либо, любой проблем, или какого-то феномену, с которым они сталкиваются. Это самое главное. То есть, мы, конечно, привыкли, я не очень точно в этом метафоре описала, это вхождение из отчетки. И там очень много говоря про такое классическое академическое образование. Но мы не учимся совершенно как это вещество, используя по-разному, в разных ситуациях. Скорее всего, выполняя так или иначе какое-то подзадание, предложение в ситуации АВЦ или что-то вроде. И даже думаешь, ну что-то там. На самом деле, это огромная история. И, по крайней мере, дискуссия, что у вас, мне кажется, это уже отличная. Но история... Ну, уникации, конечно, ты должен сформулировать. А чтобы сформулировать, настоятельно. Не как-то, окей, ты можешь знать, что это плацнание, да, там, отсюда здесь нет, у тебя там все-то сработает. Но когда это через себя пропустить и выдать, потому что человек, как бы, атрофируется к первому курсу степы очень сильно, подбивается, как бы, классически. И, знаешь, когда там маршная, это жаловность, если мне никто еще может говорить. Вот сейчас я слышу. Ну, и, может, то же самое. Приходят люди, которые хочут прям, ну, извините за в городах, как бы, я прошел. Не хочешь? Пробудить, ну, нет, как себя. Пробудить, пробудить, чтобы нам все это все так замылили, если мы задерглили, что мы же Богу не отказывали. Вот, собственно, это могут, кто-то вот, по-страничному, как мы не понимаем, и, конечно, это критическое начнение, я не изучаю же, это речь, которая выражена, классическим образованием. Но только в опыте, в заводах, в опыте, в основном, в основном, в опыте, в опыте, в весь свой же. И, при что обладать с ту же аналогией, вот в вашем области, в скизы, где хочется сопроводать обыцом, и этот образ, в первую очередь, никто не знает. Со мной с вами это уникальный талант, не так много людей, а вот это вообще страх и жили, и не способствует все это сложить себя в любви цели. В любом случае, по-моему, это не способствует писать, читать и осваивать новые сцепии чаще-чаще, просто их придут. Звучало то, что можно стараться строить сцепией, но это действительно так. Часто, кажется, наоборот, он действительно попадает с натурным мышлением, что не является механизмом инструмента. И это не такой способствует делать, а вот это люди, профессии, инструкции, которые могут системы представить. Есть процессы. Это активный процесс. Допустимая, что они могут все основные вопросы, которые есть, которые представляют, в этом области, с поверением идти, там много сборных эффектов, быстрее, и все подписано. Это очень сложно. Я понимаю, что они не будут, как мне кажется, что все эти системы это статус, но не знаю, что это не статус, но не стоит за большим образом почитать, а то это в каждом воздействии, в условиях, обычно все эти статус не пропускаются. Мы смогли только по методам не обращаться с другими людьми. Поэтому дальше мы будем понимать, что еще что-то помнить, хранить от того, что влияет на себя. Я хочу дать вашу информацию о своем институте, как вы сказали. В то время назад появился профессиональный архитект, который называется, и связан с моим заданием, это аккаунт СОВТА, который приходит в СОВТА. И приходит в СОВТА. И нужно работать в отличие от наших систем на какую-то ситуацию. А здесь нужно работать в другом стартат. Здесь все считали, что это как бы наше урок ВИИ называется «эффектурный фрайл». Но на самом деле, мы с трудом порадовались, что если вы есть степени, вы понимаете, как что-то, что прокурируют разные наборы данных, в каком-то случае отбородов, в каком-то случае отбородов, в каком-то софте и устраивая какую-то непонятную историю, в которой все исходные данные объединяют работающую, в данном случае, объект здания, в каком-то софте, в каком-то софте, в каком-то софте. Возможность сфиксировать, объединять и давать новую рабочую историю, в конце концов, это, наверное, что-то важное для артех, из-за металлических методов, что мы ведь все ,говорно, что мыслись в определенную историю, а именно так нечего, чтобы было бы через это время, которые могли бы нинерзироваться сегодня с артифистическими методами, что мы могли бы создавать и мои права с вами все объекты, вы можете создавать в вашем farms? – Есть какие-то вопросы, Пусал? Здравствуйте, в первую очередь хотелось бы сказать спасибо вам, Аня, за то, что чётко говорили, потому что это важно. Вот сразу вопрос, то есть как вы считаете, неужели служба заказчика это те люди, нет, понятное дело, что они должны быть компетентны. Вот в чём тогда смысл работы архитектора, если заказчик настолько компетентен, что способен выдать такое ТС, кстати, некоторое решение, потому что это точка зрения заказчика, а не технических заданий. В общем, в такой степени проработки, вы считаете, должно быть ТС, которое, вот это равновесие, компетентность заказчика, объём от ТС и тогда, вследствие работы архитектора, объём от ТС. Хорошо, и у вас есть конкурентность заказчика, и я вам хотелось бы вашего вопроса ответить, который меня прямо задораживает. Вы делаете то, что идеальный день, за моим вопросом, идеальный день, должно существовать и перейти, когда заказчик вместе с нашим тем, и не только для этого. Это не только для этого, но и для этого. Проблема в том, что у меня с вами заказчика зачастую нету вот этих вот внутренних взглядов, возможности критически осмыслить то, что он хочет получить на улице. Лучше понимается через проекты. Приведу конкретный пример. Итак, в Государственном музее сообразительского искусственного искусства не пропущено, не объекты, а мы приступили к проектированию проекта реконструкции главного здания. Для вашего компании у нас есть очень богатая коллекция музематики. Знаете, что такое музематика? Очень хорошо. Вы понимаете, наверное, что в современном мире музематикой интересуются, ну, скажем, в целых один десятый процент населения. Ну, вот здесь, значит, сидят коллеги, которые работают с музематикой, и пишут свою преследов на компьютер-печатают что-нибудь. Про бизнес нужно в новом здании или в данном институте в здании 300 квадратных метров экспозиционных, заметно, только экспозиционных впечатлений, от кабинетной музематики. Тут моя профессия, которая меня спрашивает подросток, чем вы занимаетесь? Анна Владимировна. И, да, я отвечаю. Профессия, которая придумывает вот эти вот здравоохранения и избегать явной веры на Италии, когда ты только выруминируешь свою музу. Ну, то есть не будучи для нас, это не очень близко. То есть, напоминаю, что вы понимаете, как кого-то нет, это прекрасно совершенно, но вы понимаете, да, что, когда у вас отсутствует какая-то другая рамка ваших желаний, то вы будете подговорить туда. Вот. И, естественно, у меня в музее стало просто ниже некогда. Здесь все ответы на ваш вопрос. А если это объекты, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, аэропорт. Аэропорт. как бы хорошо, то есть, другая сторона, не далее существуют все, что мы говорили, как бы заказчики, которые строят аэропорты, аэропорт, 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 военные части, а эти, соответственно, как бы им говорят, нам нужно комфортить что-то, как бы, предположим, жизнь из-за человека, военных служащих, да. Они говорят вообще очень легко, они не за, ну, то есть, бизнес-инфортип, понимаешь, что с утра бывает на встречу где-нибудь, аэропорт, вот, они говорят, нет, значит, месяц, они сделают очень сильное восстановление, о котором, к сожалению, сегодня никто не упоминал, и, соответственно, как бы начинают облицать восстановление и описывать там все, как бы, нормы, согласно которым они построят, значит, это здание. В результате, как правило, достающе, почти такой же, как уже вдачей, как 200 квадратных метров непонятные экспозиции стены и маски. Дайте, молодые силы, ну, это, видимо, и есть главная компетенция архитекторов Нового Украины. И я просто, еще хочу вас предупредить, друзья, которые учатся в большей школе сейчас, просто посмотрите на нас, и вам ничего хорошего не обещаем, в этом взяли в нашей сегодняшней дискуссии, потому что выйдет из вашего учебного заведения, и там будет непонятная, там будет непонятная творческая и любезная с армициями, там будет все очень жло, и я надеюсь, что в свою прекрасность, вдохновение, все то, что у вас предупладает, вы принесете через долгие-долгие годы. Я не знаю, мне это действительно Украина. Есть ли какая-то товария? У меня был очень простой вопрос. Если бы говорили об компетенция в будущем, то, наверное, я бы это нужно приобретать. Вы говорили, что у нас есть бакалавра, что у нас есть театр, куда-нибудь идти учиться, отдать в Россию или куда-нибудь. Что вы сказали? Что сейчас есть для вашего образования, чтобы эти бакалавра? Спасибо. 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что это, условно, не первый, но самый яркий компас, который начал срывать свою часть. И, удивительно, наверное, что это клинические системы. Мы сейчас проектируем по словам. И, условно, вот вы сейчас идите, такие слои, представляющие заказчика, строителя, архитектора и так далее. Но, как это все здорово, очень интересно. У него и тема, которая, наверное, живет на новоятности всего этого. А почему вдруг аккредиатор пристал бы тем, единственным человеком, который общается заказчиком? И пристал он выбирать команду, уезжая и встретить. И почему сейчас это может быть? Спасибо. Здравствуйте. Но, честно говоря, у нас есть вопрос. Наверное, в каких-то ситуациях, в каких-то три страны? В каких-то отношениях России и в мире? Ну, это даже так важно. Потому что ситуация была очень различной. Но, конечно, те, кто просто и не умеет управлять. И мы такой задачей. Впрочем, в целом, на планете, когда такой родной блок, технический инститерал, даже российский инститерал, есть очень замечательные директоры, которые Роман отдает и построили аккредит, и получит свои компания, свой бизнес. Роман должен был работать хорошим способностям, и контролирует все команды. Мы получим подрядчиком, мы получим себя, а также, какие-то, какие-то, какие-то детияты, и мы бы обнимала себе планировку для инститерала. И мы получаем ответы на вопрос, и более rootные на вопрос. Продолжение следует...